Итоги реализации окружного проекта образования для населения, ведущего кочевой образ жизни и планы его развития в 2018 году обсудили в четверг в Наринмаре участники Оргкомитета по проведению года оленеводства в НАО. Также на заседании обсудили планы по проведению мероприятий, связанных с просчетом и вакцинацией оленей в летний период. Реализация традиционного проекта «Кочевой детский сад» будет продолжена в трех оленеводческих бригадах Ниньского округа. Хозяйство базируется в селах Нись и Ома, а летом кочуют на западе округа, на полуострове Канин. Финансирование проекта реализуется в рамках программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов севера в Ниньском автономном округе». В него входит оплата труда педагогов, каюра, аренда оленей, грузовой упряжи, организации питания, приобретение расходных материалов, в том числе палатах, спальных мешков, канцелярских товаров и развивающих игр. Мы максимально все расходы предусмотрели совместно с департаментом региональной политики, то есть с отделом КМНС отработали тесно, поэтому все нюансы отработаны. Опыт, конечно же, тоже проанализирован. И также в этом году, пока у нас этих средств нет, но должны подключиться за рубеж, нет, которые планируют выделить средства. А мы уже в свою очередь планируем приобрести дополнительное оборудование, это ноутбуки с программным обеспечением и планшеты для детей. Торги на организацию кочевого детсада в 2018 году будут объявлены в мае. Планируется, что все оборудование и педагоги прибудут в тундру в начале августа. Кстати, в настоящее время департаментом проводится работа по подбору кадров из числа студентов социально-гуманитарного колледжа. Еще один актуальный вопрос, который обсуждался на заседании – проведение летней кампании по просчету и вакцинации оленей. С целью обеспечения потребностей львовских хозяйств в львовских препаратах необходима для лечения основных заболеваний в оленеводстве. Это заболевание львовских заболеваний, паразитарные заболевания вместе с подхожным угодом, легких инфекциях. Бежитие уголя на 2018 году присмотрено на 2,9 млн рублей. Это на 215 млн рублей больше уровня прошлого года. На сегодняшний день средства получены, препараты в большей части закуплены и направлены в хозяйство. Напомню, оленеводческие хозяйства округа проводят просчет и вакцинацию оленей два раза в год – весенний и осенний период. На доставку медикаментов и работников к местам проведения коральных работ потребуется порядка 8 млн рублей. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».